Когда я раньше жил, служил и так далее, мы много слышали про Крым, про Ялту, каждый уважающий человек должен быть, я ни разу не был, не получалось, не было возможностей и так далее. И только вот в прошлом году я случайно попал в Крым, имея под тем представление стереотип процветающего уникального места, городка и так далее. Я был просто удивительно разочарован скудностью и, самое главное, пониманием того, что все, что было построено, это было в советское время, и туда больше никто не вложил ни рубля. Поднять этот регион с его уникальными природно-климатическими возможностями, не вложив деньги, нельзя. И Россия вложит в Крым очень большие деньги, так как этот регион этого заслуживает. Потому что, когда мы говорим про Крым, каждый из нас должен понимать, что примерно 50-60 миллиардов долларов ежегодно граждане Российской Федерации вывозят из страны, организовывая свой отдых, побывание и так далее. Эти деньги могут оставаться у нас, только говоря о отдыхе, природам и так далее, которые связаны. Второй момент. Я хорошо знаю Путина с точки зрения вот его вот этих профессиональных качеств руководителя. Вспомните, сколько было много разговоров про Сочи, когда говорили, не проведем, не сделаем. Как мы все гордились, когда проходила Олимпиада, и сегодня приезжая, мы видим, что там сделали. Так вот, Сочи будут отдыхать по сравнению с тем, что Россия сделает в Крыму. И когда мы говорим о главном предназначении, то, конечно, сегодня надо понимать, что в Крыму есть все. И газы полезные, и скипаемые, и природа уникальная, и воздух, и здравницы. Крым будет регионом, который будет кормить страну, понимая, если мы организуем вот этот процесс. Конечно, сегодня ни у кого, включая и Путина, нету волшебной палочки, чтобы там это сделать в одночасье. Под это нужно пять лет. Нужно еще лет 15, чтобы поменялся менталитет людей. Люди, которые жили в Крыму, они и в советское время отличались от всех, и от украинцев, и от русских, в силу ряда обстоятельств. И второе, они очень разные. Сегодня нет должностного лица, который существует там, в Крыму, который не сделал какую-то стратегическую ошибку, не подумал и не попытался поступить стереотипно по-старому. Это очень непростое дело, но там уже России поставлены руководители, в том числе и тот же Аксенов. Скажу вам, я его хорошо знаю, он очень сильно старается, и, конечно, сегодня у него не хватает помощников. Зачастую помощники наши, которые приезжают, они приезжают того, чтобы, возможно, поучаствовать в дележе того большого куска, который якобы Россия отбросила. Сегодня много людей там посажено за решеточку, по многим идет разбор, еще больше посадят и так далее. Но это, на самом деле, не имеет никакого отношения к тому, что через пять лет в Крыму будет основная российская здравница, где будут приезжать люди, где Крым будет платить налоги, где люди, которые там живут и работают, будут получать достойную зарплату. Да, конечно, пять лет надо еще жить. Да, пять лет там будут какие-то существовать проблемы. Это мелочь.